Здравствуйте, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы уже видите, продолжаем дальше делать пантеру. За кадром поставил я её уже на гусеницы, одел экраны, покрасил шанец, шансовый инвентарь. Вот так вот красиво получается. Вот всё-таки как танк сразу начинает смотреться, когда его ставишь на гусеницы, сразу приобретает совсем другой вид. Сразу модель становится намного уже интересней смотреться. Вот, друзья, вот такая получается боевая машина. Траки я не приклеивал, пока просто повесил. Надо ещё пройтись их пигментами. Так, просто прикинул, как будет смотреться. Смотрится довольно неплохо. Сейчас буду делать тросы. Танк отставим в сторону. Буду делать тросики. Тросы буду использовать от фирмы еврика. Когда шли они по почте, смоляные коуши пообламывались, поразламывались, поразбивались. И теперь буду выходить из данной ситуации так. Буду отрезать коуши от наборных тросов, от пластиковых. Высверливать их, зачищать и делать вместо смоляных. Потому что больше никакого выхода я не нашёл лучшего из ситуации. Придётся немножко полазиться, потратить время на данную работу. Коши вырезал. Сейчас их зачищу и буду высверливать. Зачищаю места среза ножом. Сейчас буду обрабатывать двухтысячной наждачкой. Чтобы не было видно. Всё-таки довольно-таки хороший танк. Звезда выпустила. Приятная пантера очень в сборке была. Это я скажу уже, наверное, в финальной части. Что мне понравилось в данной модели. Что не понравилось. Ну, в принципе, скажу, что понравилось почти всё. Это действительно модель сделана хорошо. Правда, уже начинаются литники, видно, замываться. И само литьё немножко хуже становится. Зато цена модели конкурентоспособная на рынке моделей. И рабочие траки наборные. Это тоже очень большой плюс данной модели. Зачистил ковшики. Подобрал нужное свёрлышко. Теперь буду аккуратными монотонными движениями пальцев высверливать отверстие для тросов. Ну, потихоньку-потихоньку буду углубляться. Дрели у меня нету. Бормашинки тоже. Приходится работать пальцами. В принципе, принцип работы вы поняли. Чтобы не растягивать видео, буду делать такие монотонные движения на всех четырёх ковшах. Так как вручную, то это займёт определённое время. Закончил высверливать. Где-то высверлил миллиметров по пять отверстия. Теперь будем приклеивать трос к тросу. Хочу сказать про тросы. Довольно-таки хорошее, красивое плетение у данных тросиков. Довольно натурально хорошо смотрится. Вклеивать буду на ценнокрилат. Клей использую вот такой, Profi Plus. Очень хороший клей. Надолго хватает. Долго сохраняет свои свойства. Уже этому клею больше восьми месяцев. И уже немножко, конечно, стал хуже клеить. Хуже клеить стал за счёт чего, что ждать стало дольше. Раньше буквально только дотрагиваешься. Угадал. С отверстиями. Хорошо от вас уходит. Вот. А сейчас немножко, конечно, когда-то клеив фототравление, уже надо выжидать какое-то время побольше, чем это было раньше. Ну а в целом очень хороший клей. Долж. Вот такzonк. РUh, Darth. Н Legislation 2 Ferчасово. » Такие получаются. Буквально немножко беру клей. Потом излишки его снимаю. Извиняюсь, если будут какие-то лишние звуки в видео. Делаю на балконе. Начал модель делать на балконе. А на улице идёт дождь. Сегодня была температура днём плюс 17 градусов. Вот к вечеру пошёл дождь. А ещё только начало апреля. А уже температура у нас в мае бывает такая. Которая в этом году сейчас. Даже непривычно немного. Аминь. 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 ну дадим засохнуть подсох клей теперь можно их покрасить красить буду краской томе xf 84 dark iron а потом когда просохнет краска уже обработаю пигментами пигменты буду использовать вороненную сталь может простую сталь чисто как бы будет такой базовый свой краски что вот хорошо лег пигмент можно было конечно задуть с аэрографом ради тросов а потом не хочется возиться с мытьем поэтому буду делать кистью принципе кисточкой хорошо но Продолжение следует... 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 Продолжение следует...